Приветствую вас с Наталиком. Было бы неплохо, если бы вы сформулировали свою цель. Что делать, чтобы что? Потому как не совсем понятно из описания вашей ситуации, из вашего описания, не совсем понятно, что именно вы хотите делать. Вообще, что именно вам хочется. Ибо, ну да, есть ситуация, при которой сотрудница, ваша коллега ведет себя странно, вот. И вам тут уже мои коллеги ответили. Вот, но я бы хотел задать вам вопрос. А вы правда не догадываетесь, почему она может вести себя именно так? То есть, ну, правда ли вы не знаете, почему человек может вести себя так? То есть, у вас никаких вариантов нет относительно этого. Дальше. Да, коллега ведет себя некорректно, коллега ведет себя и по отношению к клиентам, и по отношению к вам не очень позитивно. Это все правда, да, это все так. Вопрос здесь заключается в том, в какой плоскости данную проблему решать. Иными словами, поскольку это прямо влияет на вашу рабочую, трудовую деятельность, то имеет смысл решать эту проблему в плоскости все же профессиональной. То есть, обращаться напрямую к начальству, вот. И, соответственно, доводить до его сведения то, что происходит, и то, что по сути работы вам не дают, к примеру. Вот, это очень важно. То есть, вы не доводите до сведений начальства эту проблему, и то, что вы по сути пытаетесь ее решить извне, да, через личную сферу. Говорит о том, что вас это задевает. Ну, задевать можно по-разному. Можно задевать тем, что вы место боитесь потерять, которым дорожите. Кстати, что вы вкладываете в это, ну, в это слово, в это понятие, что я дорожю этим местом. То есть, насколько вы им дорожите, и нет ли здесь чего-то, что вам мешает. То есть, если вы просто рады, что попали на эту работу, на эту работу, и вам нравится эта работа, она помогает вам раскрыть ваши способности, ваш потенциал. Вот, это одно и совсем другое, если вы откровенно боитесь потерять это место. Люди это могут чувствовать, и, соответственно, ничего хорошего из этого не получится. Вот, вас задевает поведение коллеги, вас задевает поведение вашей сотрудницы, ну, не вашей сотрудницы, а сотрудницы компании. Вот, вас это задевает, вас это задевает лично, и ключевой момент в том, чтобы... Вот причины того, почему вас это лично задевает, разобрать, рассмотрать. Вот. То есть, с одной стороны, это что делать, чтобы что, да? Гармонизировать отношения с коллегами, можно разными способами, если вы этого хотите. Вот. И разобраться в себе, почему у вас это вызывает дискомфорт и стресс. Это уже совсем другая история. Вот. Ну вот, коллега Кудрячнев Игорь Леонидович сказал, что вы хотите ей понравиться. Я, честно говоря, проявлений того, что вы именно понравиться ей хотите, не увидел в вашем тексте. Вот. Но я увидел некую популярность, знаете, иметь хорошее отношение со своими коллегами. И некую наивность при восприятии, вот, внутриколлективных отношений. Да. То есть, вы, ну, вы или считаете, или вам канется, что коллеги дали друг другу доброжелательно всегда относиться и, в общем-то, друг друга поддерживать. И такое слово, как конкуренция, вот вам, опять же, Кудрячев Игорь Леонидович об этом сказал. Такое явление, как конкуренция, вы, мне кажется, исключаете из своего восприятия. Да, это очень опасно делать. Вот. В целом, в целом, ну, вы, да, вы пожаловались на свою коллегу. В целом, вы выставляете себя здесь в качестве жертвы, мол, вот, я не знаю, что мне делать, я не понимаю, как это вести. Вот. Так как по факту у вас есть обязанности, и вы эти, вам эти, вам этим обязанностям нужно следовать. Если кто-то или что-то мешает, обращайтесь к начальцам. Собственно, здесь все очень просто. Вот. Другой вопрос, что с психологической точки зрения вам нужна вот эта вот бесконфликтная среда. Я бы глобально, вот, в качестве рабочей версии, выразил бы именно то, что глобальную проблему я бы выделил как страх конфликтов. Вот. И здесь, соответственно, неумение или неуверенность в отстаивании своих интересов. Вот. Значит, в некоторой степени это обесценивание себя, вот, и, ну, низкая самооценка. Вот. И уже как следствие из этого может быть такое проявление, как желание понравиться всем, опять же, коллегам, да. Другой вопрос, что это невозможное, что всем нравится, вы не точно не можете, но и не должны. Ну, человек не должен, но всем нравится. Если человек нравится всем, это означает, что он, ну, абсолютно не имеет в своей позиции. Вот. Поэтому здесь не очень вы, как бы, четко формируете свой запрос к психологу, да. То есть, что запрос, он звучит так, чего я хочу, вот конкретно, чего я хочу, что я хочу изменить. Причем, изменить вы можете в себе. То есть, вы можете спросить, почему я так реагирую на ту или иную ситуацию, да, и разобрать это. И как бы наладить отношения, там, допустим, гармонизировать, даже не наладить, не наладить, а гармонизировать отношения с коллегами. Вот. Это, в принципе, вот, наиболее, такой, корректный, корректный вопрос. Меня немножко, ммм, наздоровилось, что вы сказали, что вот она ведет себя самым так, как будто вы в нее увели мужа, и в некотором смысле вы правы, только увели бы в нее не мужа, а некую такую лидирующую позицию, вот, какую она раньше занимала, очевидно. И, собственно, она ведет себя с вами так, как будто вы угрожаете ее безопасности, ее гармонии и так далее. Она пытается вас принять, она пытается вас дискредитировать, она пытается вас вытянется над вами, над вами. И происходит все это из-за ее личных проблем, которые вас не касают. Вот. Так что, да. Элемент заискивания, безусловно, присутствует. Вот. Я, правда, не связывал бы его с желанием понравиться, опять же. Потому что элемент заискивания и желание понравиться, как мне видится все-таки не всегда взаимосвязанные вещи. Вот. И вполне вероятно, что в вашем поведении таком, вот, знаете, таком благоприятном, да, доброжелательном, добрым. Вот. Люди видят некую, некую такую возможность с вами воспользоваться. То есть, опять же, вот, вопрос личных границ, да, и лично ответственности он здесь встает от смысле. Потому что это вы не знаете, как себя вести с клиентом в этой ситуации. Ну, вот ситуация какая произошла, это вы не знаете, как себя вести. Но, то, что вы не знаете, как себя вести, это не означает, что, как бы, вы не ответственны за эту ситуацию. Потому что, к примеру, если вы видите, что коллега ведет себя неадекватно, то, что вы описываете это именно неадекватное поведение, то вы можете просто, конечно, так сказать, что, прошу меня извините мою коллегу, там, у нее сейчас проблемы, там, все такое, например, и все, как бы. И, в принципе, это правда. Потому что, ну, надо же как-то им, надо же как-то, вот, донести до клиента, что это поведение, так сказать, исключение из права, да. Вот. Что касается второй ситуации, то здесь, когда она убила клиента, посылала другу в другую комнату, то здесь просто необходимо обратиться к начальству и в эту ситуацию, как бы, обрисовать. То есть, на мой взгляд, разговаривать с самой коллегой абсолютно бесполезно, потому что она все понимает, она специально это делает. И она либо будет отрицать все, либо будет обвинять вас в том, что эта ситуация произошла. Вот. Поэтому никакого смысла разговариваться нет. И если мой коллега прав, вы действительно хотите ей понравиться, то вопрос, зачем? Вот. Как вы воспринимаете коллегу. То есть, ээээ. У меня не показалось, что вы воспринимает её как такого, знаете, вот. Как – родительскую такую фигуру. Вот. Стоящего немножко нарваны. И ээээ. Вы как бы смотрите на нее снизу вверх, и вот она ведет себя с вами неблагосклонно. Понимаете? И это вас задевает. То есть это вызывает у вас детские чувства, которые не были пройдены до конца со времен детско-родительских отношений. Как какие-то. Вот, в принципе, так, можно ответить вам на вопрос. Давайте еще раз сейчас пробежимся по тексту. Вот, значит. Так, я вышел на новую работу. Пришла первого генерана. Пока стояла по двери. Закрытывался 12 человека. Который должен был меня встретить, оформить и принять будущий коллега. Двери раскинула одна из сотрудников, с которой я обратился с работой. Подскажите, пожалуйста, Иван Иванович. Восьми работали девяти. Здесь вы уже выставили в себя шерсты. Там что-то. Подсвертие на очевидность, что у вас было назначено. Подсвертие на очевидность вы ждали кого-то. И если вы ждали, то и нужно было ждать. Они спрашивают. Своим вопросом вы, по сути, показали неуверенность. Неуверенность в себе. И любой коллега с, так сказать, болезненным чувством всеславия. Любой коллега, кто хочет ему утвердиться. И кто сомневается в своей важности. Ответил бы вам примерно так, как ответил вам коллега. Да? Вот. Это первое. Второе. Опять же. Вас не смущает тот факт, что вы вместе с этой коллегой делаете, по сути, одну работу. То есть, почему? Почему вас взяли на работу на те обязанности, которые, по сути, делает коллега? И которые легко могут сделать их одна. Судя по тому, что вы описываете. Я, конечно, не знаю. Может быть, вы описываете только части. Может быть, там еще какие-то нюансы. Но то, что вы описываете, вот, как бы, вопрос. Да? Вопрос. Дальше. В итоге получил грозный взгляд, и я куда знаю, он не может затронуть. Ну, здесь, вот, грозный взгляд, это графики про ребенка. Про вашего, как бы, ребенка, про детское состояние у вас. Что, вот, подобные грозные взгляды вызывают у вас, как раз таки, не что иное, как вот такое ощущение, немного, ну, детское ощущение, детское чувство. Дальше. Так. К слову, странно, что не знают, так как сидят все в одном кабинете. Ну, вот здесь уже пошла оценка. То есть, здесь уже пошла оценка, оценочное осуждение коллеги. Здесь вы, по сути, уже начинаете из детского переходить в родительское состояние и оценивать. Да? То есть, идет, как бы, компенсация. То есть, я сперва оказался в детском состоянии. Состояние мне было нехорошо из-за этого. И меня должны это компенсировать оценкой. Знаете, как раз, вместо того, чтобы просто по взрослому, как бы, оценить ответ на предмет отсутствия в нем полезной информации. И все. Вы столько всего прожили. Личного, абсолютно. Да, не нужного вам. Следующая моя встреча с этой сотрудницей произошла двумя днями позже, когда обсуждали рабочие моменты. Вы общались очень мило, чему я был рад, и подумал, ну, мало ли, может, утро страшнее задалось у человека. Опять же вопрос. Почему вы были рады? По-хорошему, вам должно быть все равно. Вы были рады. То есть, что это чувство радости вас вызвало? Это либо, как сказал мой коллега, желание понравиться, и вы понравились. Причем, не просто кому-то, а вот, кому-то конкретному. Сыграла ли здесь роль, что изначально вы человеку не понравились, по вашему мнению, или нет. Это уже нужно выяснять. Либо, вы просто не хотите, опять же, иметь каких-то конфликтов. То есть, вот, вы боитесь конфликтов, вы избегаете конфликтов. Вот. Соответственно, вы производите впечатление у человека очень неконфликтов. Вот. Но неконфликтность – это не всегда плюс. Вот. И неконфликтность, она может быть достигнута по-разному. Вот. Но может быть достигнута позитивно, а может быть достигнута негативно. В вашем случае, это негативно, скорее. Негативный путь. Так. Когда же вы попытались её оправдать, вы попытались её оправдать. По всей неделе мы переехали работать в социальный кабинет, где работает это за то, что трудится. Вот странно. Потому что вы говорите, что все сидят в одном кабинете, и тут же вы говорите, что мы переехали. Кто мы – не совсем понятно. То есть, тут вот уже внешняя глобальная картина. С этой ситуацией не совсем ясно. То есть, кто где работает, кто где сидит. На чём базируется ваша оценка? Та вот, когда грозный взгляд выславит словедов. Она не считает нужным со мной здороваться, она мои вопросы огрызает или отвечает так, что я чувствую себя полной дурой. То, что вы себя чувствуете полной дурой – исключительно ваша ответственность. Почему-то вы себя считаете полной дурой. То есть, вы сомневаетесь в своих способностях. Вы не уверены в себе. И это вопрос к вам. Это вопрос к вам. Коллега просто раскрывает вам то, что вы чувствуете. И всё. Что касается того, что она не здоровается и огрешается, она совершенно очевидно видит угрозу. Видит угрозу, пытается защититься. Так, пожеланием директора компании было, чтобы все встречи с клиентами мы проводили вместе. В результате, на первой встрече, в запранице, на начале встречи, просто черновую подхолю клиента с словами, что у него не добро, спасает самому, что предменяет клиента. Опять же. Здесь вы жертвы. Вне зависимости от того, кто всё делает, у вас должна быть чёткая линия поведения. То есть, вы прикладываете ответственность в зал свою растерянность на человека. То есть, вы как бы объясняете, что вот она так поступила, и я почувствую себя всё-таки. Вот. Но, если смотреть на вещи реально, да, то вы просто не знали, что делать. Так, это вопрос к вам. Это не вопрос коллег. Сегодня одна коллега, завтра другая. Послезавтра две сразу. Послезавтра адекватный клиент, который будет нас ставить, тоже в тупик. То есть, вне зависимости от того, кто рядом с вами, вы будете оказываться в тупике. И это уже ваша ответственность, это уже ваша реальность. И вы либо делаете с ней что-то, либо нет. Так, я попытался разрядить обстановку, отвлекая клиента без вопросов. Ну, здесь вы выступаете в роли спасительницы, в роли спасительницы. Я, правда, не очень понял кого, то ли клиента, то ли свои коллеги. Этого делать не нужно. Опять же, отвлекать клиента, потому что у вас есть какая-то вот чётко заданная цель, с которой вы с клиентом идёте, и с ней нужно идти, а не отвлекать клиента вопросов. Потому что, иначе как вину клиента от вас ничего не ощущает. Ну, вряд ли, опять же, вам это идёт на пользу. Тогда сотрудница просто молча вышла из кабинета, поставив ещё больше тупик. Вернётся она или нет, положить разговор за неё или как. Опять же, не умение принимать решения на настоящее. Да? Т.е. вот не полагайтесь вы на себя. Через некоторое время сотрудница вернулась так, чем молча села и услышала вопрос клиента, и мы на него ответ демонстративно сказала, что я всё говорю, как клиенту неправильно, и начала выдавать клиенту нормальное слово, словом, но и ранее сказано. Ну, это классическая детская игра в саперничестве. Т.е. тут клиентка ведёт себя просто как ребёнок. Вот. Клиент душил в полном недоумении. Не ваша эта проблема, что душил в полном недоумении, а вот начавство стоит узнать о поведении вашей коллеги. И вот очередная встреча, я встречаю клиента, саживаю его, приглашаю присоединиться к договору с сотрудницей, она встаёт, берёт документы, приглашает клиента обратить за мной, то есть все удовольствия водят его в другую комнату, оставят меня в полном ауте. Опять же, это ваше состояние в полном ауте. Это ваше состояние. Вас очень легко ввести в состояние аута, когда вы не знаете, что делать. Когда вы не полагаете на свои чувства, когда вы не позволяете своим чувствам вас направлять вашим чувствам, вашим представлениям, как нужно делать, как хотите вы делать, как вы считаете нужным делать. Вы считаете, не кто-то другой вы. Ну так это ваша проблема, это не проблема коллег, я еще раз повторю, коллега может быть одна, коллег может быть несколько, клиент, клиенты могут быть самыми-самыми разными, дело не в них, дело в вас. Должен сказать, что моя работа заключается в подборе нужного клиента по заявке этой сотрудницы, нам это ничего не говорит, я по крайней мере не понял, это значит подбор клиента по заявке. Ну зачем вы это написали, непонятно. Так, когда все работает, я не понимаю, так я на обратном взгляд не даю, если информацию приходится вытягивать плечами. Через нажал. Каждый раз с публичными корректными унижениями, типа это не твоя проблема, какая тебе разница, и, противопрочем, от футболивания. Это через нажал. Рабочими ты меня дорожил, об этом я говорил, за самими остальными руководителями и коллегами наладился контакт, но с ней я в зубке. Опять же, я в тупике. Сейчас выучат третий или четвертый раз управлять это слово, я в тупике. Вот. Почитайте про психологическую игру в тупик. Почитайте. Это вот страх и личная ответственность. Я просто не знаю, как с ней общаться, чтобы что, почему она ко мне относится, какая разница. Позоветуйтесь, что делать. Что делать, чтобы что? Чтобы что, Наталья? Вот вы находитесь сейчас в состоянии жертвов. И выходите, чтобы мы вас спасли от грозной злой коллеги. Это треугольник Карпмана. Изучите, пожалуйста. После выбирайте МСПМ эксперта и начинайте психотерапию. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.